Инициатива создания такого центра принадлежит некоммерческой организации, службе поддержки особенных детей и их родителей «Мы вместе». Супруги Шиллингер, наработав собственный опыт, захотели поделиться с теми, кому так необходима сегодня помощь. К сожалению, наш ребенок ушел в жизни полгода назад, и этот центр мы открываем в память о ней. И те идеи, которые мы задумали, мы будем их воплощать и дальше для сочинских детей, для сочинских родителей, мы не для каких-то конкретных категорий детей, мы хотим помогать всем. Наша главная задача – помочь семье адаптироваться, социализироваться. Поэтому это будет такая тоже комплексная работа. Несмотря на дождливую погоду, родители с детьми пришли на открытие центра, которое, по сути, станет их вторым домом. Здесь выслушают и постараются помочь. Будут работать педагоги, психологи, массажисты, логопеды. Самое главное – не оставить человека наедине с проблемой. Этот проект интересен тем, что в его систему входят различные виды помощи, реабилитационного характера в отношении детей с инвалидностью, психологическая помощь и поддержка родителей, воспитывающих особенных детей, и такое очень важное отделение палеоактивной помощи, когда, к сожалению, исход известен, диагнозы необратимы. Ребенок Юлии Толчаевой не вызывает серьезных беспокойств со стороны родителей. А вот говорить в свои 2,8 не хочет. Мама надеется на помощь специалистов. Говорит на своем птичьем языке, который, конечно, очень прекрасен. Но, к сожалению, в 2,8 хотелось бы услышать уже какие-то определенные фразы, речи и предложения. А я по своему опыту со старшей дочерью понимаю, что заниматься надо уже в этом возрасте. Потому что говорить о том, что заниматься слоговизмом в 4,5 – это уже поздно. К сожалению, имея такие проблемы, лучше обратиться к специалистам. Чем раньше, тем лучше. На сегодняшний день в Сочи проживает более полутора тысяч детей с инвалидностью. И, конечно, обстановка в таких семьях весьма напряженная. Подобные центры помогают всем, но в первую очередь, конечно, тем семьям, где дети страдают неизлечимыми болезнями. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Спасибо.